Привет, девочки, съёмка ведёт Инна. Всем приветик. А у нас сегодня необычность необычная. У нас сегодня кино из двух серий. Девчонки, просто пришли пуховики, и я вам хотела их показать сначала серым, потом подумала, что не бьётся мне вот в голове вот эта тема, и серое так и оставила. А дальше уже мы следующий ролик вам покажем уже вот эту ЧБшку нашу. Ну, там даже не совсем ЧБшка, у нас там больше сливочная история. Здесь не переодевали. Ну, девчонки, у нас то, что продаётся, мы начинаем миксовать. Шапка, кстати, кашемировая. Мы начинаем миксовать, я что-то добавляю, и вот когда я что-то добавляю, получается, что как будто бы витрина другая, а она, в принципе, та же самая. Шерстяное пальто, кашемировая кофта и спортштаны. Спортштаны при такой длине пальто должны быть лучше на резинке, потому что я вам уже про это рассказывала. Те пальто, которые бесподкладочные, они будут тянуть одежду, а никому это не надо. Мы хотим, чтобы это было вам удобно и комфортно. Ну что, поехали. Я, девчонки, уже что-то нарядное вам добавляю, потому что мне нравится, ну, что мы ожидание Нового года, как ожидание чуда. Вот так вот эта юбка будет у нас висеть. Серая юбка, очень красивый стальной накат у неё. Сюда добавляем айвори-бадлон. Конечно же, он сядет по человеку, будет смотреться по-другому. Здесь же мы даём жакету, у которого разные рукава. И вот здесь вам хочу рассказать. Жакет тоже стальной оттенок у жакета, чуть-чуть с голубинкой. Он называется голубиный этот цвет. Но так как, девчонки, у нас идёт одним фоном, конечно же, жакет подходит к юбке. Можно так сделать. Мы ещё жакет более светлым сделали за счёт бадлона. Ну, так как, и напомнишь, Карл, у меня фраза, утепляемся. Так как мы утепляемся, мы сюда же дадим с вами шубу. Шуба французский серый. Подтянем этот цвет под айвори-бадлон. Девочки, идеально светлый оттенок, идеально. Я бы сюда какой-то и надала сапог. Такой повыше бы, да? Может, мы вот этот дадим сюда? Ну, да, под цвету, да. Ну, чтобы вот прям, знаешь, какой-то... Нет, она у нас с зеленцой. Нам надо, чтобы этот сапог не выбивал полную картинку. Я сейчас, девчонки, посмотрю, что у нас есть. Вот. Нам нужно уйти либо вот этим цветом, либо чётко серым. А знаешь, что мы добавим? Я сегодня хотела нарядиться в другую обувь. Девчонки, кстати, костюм, как на мне, есть в продаже. Обувь, как на мне, есть в продаже. Вот так мы сделаем. Мы добавим брутальные ботинки и замкнём наш образ между таким романтик и брутальщиной. Девочки, шуба шерстяная. Мы уже про эти шубки вам рассказывали. Эти шубы, они на зиму. Это зимние шубы. Они вот, есть шубки-пальтишки, да? А есть шубки, которые прям зимняя зима. Вот это зимняя зима шубка. А жакет почему добавила? Да я хочу, чтобы у вас что-то нарядное было. Это всё ясно, что кофта, спортивные костюмы. Мы не можем никак отойти от этой тематики. Ну, девочки, если уже вы надели вот такую юбку, ну, давайте какой-нибудь нарядный жакет уже к ней подберём. Вот то же самое здесь вам сейчас сделаю. Вот у нас костюм, который зацепился. Останемся в обуви, нравится она мне. Здесь вам по цвету хотела показать. Девчонки, смотрите, у нас есть паяточный костюм. Мы всё то же самое, что проделывали там, можем проделать с бадлоном здесь. Неправильно сделала. Вот так надо сделать. Потом вот так надо сделать. В зимний период не помогают витамины. Почему-то. Опять мы что делаем бадлоном? Мы вытягиваем серого, вот этот вот стальной, вот этот мышиный. Так как здесь идёт ёлка и пайетка, мы пайетку направляем вот в этот цвет айвори. Сверху добавлю вам шубку. Шубка, опять же, натуральная. Не натуральная мех. Анна, вот я бы сейчас вот это и наперестегнула на шубку. Красиво было бы, да? Здесь шерстяная нитка есть, да? Да, здесь нитка и сама шубка, она вот по тактильности очень-очень приятна. Не в лютую зиму, но вот сейчас вот на такой вот межсезонный период можно. Девчонки, здесь ещё и по стилю. Классический костюм. Пайетки выбивают его из классики, и мы добавляем такую смешнючую шубу. Но у нас как бы всё срослось. Вот там ещё шапка была. Ну, сейчас я шапку вам добавлю к другому ещё образу. Не всегда шапки на объём. Шапку можно надеть, и, допустим, если вы не хотите вот этот дом на голове. Не всегда, допустим, кто-то любит такие объёмные шапки. Кто-то любит такие аккуратненькие, притычные шапочки. Сейчас я вам покажу. У нас есть две таких шапки. И вы... Вот я бы и на сегодня всё равно не смогла бы в одном ролике уместить две кореллы. Не как бы. Слишком плотность большая. Значит, здесь у нас костюм. Смотрите, ботинки не убирать, потому что заходят. Костюм с начёсом, с люрексовой нишкой. Чуть-чуть такой свит у него короткий, но широкий. Сюда же вам дам шубку, опять же, шерстяную. И вот она, наша шапочка, сейчас будет принимать участие в глазках. У нас шапки эти в двух цветах. Сейчас тоже тоже. Мятная, да? Да. Вот такой вот мятный. Ну, он такой не мятный, но он Тиффани. Тиффани, да. Да. Вот этот вот Тиффани цвет и цвет айвори. Ну вот, девочки, вы видите сами, что айвори очень хорошо попал у нас под шубу. Там, да, нюдовая шуба, а айвори всё равно здесь идеально. Вот овершуба и притычная шапка, да. Да, так можно, так красиво. Я вообще думаю, что шапка это тоже так же для красоты. А почему вы должны просто весь образ создать, а шапку, допустим, к нему не добавить? Ну, странно же, правда же, получается. Шапочку вернём на вот эту, вот, на светленьком. Девочки, поло называется вот такой вот ворон. Воротник, да? Да. Мы сюда, к этому костюму сейчас подведём с вами тауп. Опять хочу показать, как смотрится. Вот добавляем тауп. Ничего не меняем с обувью. Всё оставляем. Если вы хотите, допустим, чтобы это было вот не такой вот, ну, тренч, суки, лёгкий, да, а, допустим, пуховик уже такой более плотной набивки, то да, девчонки, конечно, да, здесь очень хорошо срабатывает этот цвет. Он уходит именно вот в этот машины серый. Мне это нравится, конечно. И нравится, что обувь сюда заходит, и нравится, что вот эти вот пуговицы акцентные. Ну, здесь, девчонки, просто... Единственное, что костюм тёплый, поэтому кому жарко, того, конечно, может быть, и спасёт такой тонкий тренч. Он на синтепоне, он на холофайбере, да, Инна? Ну, он на сегодня. Да, ну, вот это... Нету мороза. Да, вот этот плюс один, потом минус два, какой-то вот такой качельная погода. Плессированная юбка. Как я вспомнила про эти ботинки. Плессированная юбка. Широкенький такой бадлончик-кофта. Сюда с вами дадим жакет. Монохромом идём. Жакет по длине. Смотрите, чтобы он не был до колена, потому что до колена можно с такой плессировкой носить пуховик. А если вы, допустим, делаете вот так вот, как показала вам я, то лучше, чтобы он доходил вот до середины бедра или, ну, вот, по росту вот так. Девчонки, вот мы сюда обувь можем добавить и вот такую. И здесь, когда мы добавим вот такую обувь, ну, к шарфику, естественно, да, мы её тащим, мы можем сюда же уже отработать сумкой. Где наша сумка? Вот наша сумка. Вот сюда мы добавим рюкзачок. Один шарфик нам убрал серый и подвязал весь образ. Видите, какая красивая штука? Повиси-ка ты вот здесь. Глазки не закрывают, потому что, ещё раз говорю, ещё не совсем лютая зима. Как лютая зима придёт, тогда закроем все глазки, ушки, носики и ротики. Я, девчонки, за то, чтобы вы берегли себя, потому что, да, мы хотим всегда быть нарядными и красивыми, но вы понимаете, вот разная страна, разные погодные условия, и поэтому нужно под них как-то подстраиваться. Девчонки, кашемировый костюм, здесь штаны, ну вот такие вот более узкие, чем обычно мы с вами широкие всегда показываем. Сюда опять даю полу, ну это вот от костюма. И вот за счёт вот этого меланжа мы с вами можем добавить вот эту же мчужную, этот же мчужный комплект. Сейчас ещё шарфик подвяжу. Опять же сюда для объединения шапки даю меланжевый пуховик-пальто и вот ещё, ещё и даём шарфик. Шарфик можно остапкой закинуть. Красиво ему. Такое нежно, такой нежно-серый, меланжевый всегда красиво. Я бы и сумку дала Кроссбоди и дала бы её тоже жемчужно-серого цвета. Нравится вот этот вот цвет, девчонки, катастрофа. Инна, помнишь, у нас была лохматая кофточка такая, она сразу была продана. Да-да-да. Вот нравится очень этот цвет. Да. И он такой и на свежесть, и на сложность, и ко всему, девчонки, ко всему этот цвет можно прицепить. Вот сюда пока, а то он у меня там сваливался. Девчонки, вот это однозначно нужна база внутри, потому что, ну вы видите, да, это где-то вот здесь будет. Ну, правда, да, можно, конечно, и оголиться. Ну, я же ещё раз говорю. Ну, а что потом у нас? Натирание, что ли, будет происходить? Здесь просила меня девочка показать. Я, конечно же, покажу со штанами эту кофту. Мне кажется, я уже давала так ролик. Ну, мало ли, девчонки, ну, может быть, кто-то пропустил. Может быть, ролик куда-то улетел. Да, конечно, монохром, ну, девчонки, ну, а как? Графит, графит. Он вообще на графит всегда идеально. Вот я бы сюда уже обувь поменяла на вот эти вот ботинки. Я бы уже, если шла вот таким сложностью, да, какой-то, то тогда уже пускай будут вот эти боты. Те тоже хорошо. Они не будут выбиваться. Ну, мне больше нравится, когда тёмная на тёмную, тёмную сумку, тёмную шапку. Где у нас тёмная шапка? Вот это же она? Да. Вот это, наверное, она. Да, вот ещё, девчонки. Здесь уже на объём пойдёт, потому что красиво воротнику, пальто, ну, такое тренч-пальто. Вот, кстати, вы спрашивали меня, что такое тренч-код. Вот тренч-код. Только здесь, девчонки, он ещё и с добавлением дизайнерского какого-то шарфика. А вот тренч-код. Вот эти вот погоны, вот эти вот обозначенные рукава, вот эти шлейки под пояс. В общем, вот это вот тренч-код. По крайней мере, я это так понимаю. Хейтеры, что вы там думаете по этому поводу? Девчонки, вы же знаете, что вообще вот отмороженным людям проще живётся. мы начинаем отмораживаться ближе к зиме. Я там что-то реагирую, реагирую летом, а зимой мне как-то вообще фиолетово, пурпурно, понимаешь, становится. А мне всегда так. Ну и на тебе-то да, ты эмоции с себя сдерживаешь, а я, ты видишь, что я же не сдерживаю эмоции. Ну я просто не реагирую. Да, ты просто вот так вот не реагируешь ни на что, а я почему-то реагирую. Надо уже себя как-то... Девчонки, смотрите, два цвета. Это один серый, два разных оттенка. Так можно делать. Опять почему? Потому что и в штанах, и в кофте есть меланж. И, конечно же, мы объединим это пальто. Здесь палаццо трикотажное можно, потому что обувь подходит и одна и другая. Потому что пальто на подкладке. Раз есть подклад, у вас ничего не будет цеплять. Никакой трикотаж. Шапку, как вы сами понимаете, вы можете добавить даже вот такую вот синего цвета. Собственно, как и сумку. Если вы захотели яркую какую-то сумку, да, смело ее добавляйте. Даже если есть подклад и никто его не видит. Там есть нитка прошивка, она синяя. Ее увидят точно. Джинсы. Девчонки, джинсы бананы бойфренды. Я уже как-то про них рассказывала. Сюда вам даю вот такой вот цветырок офигенный. Кто-то знает. Плотный такой, да? Да, он такой плотный, альпака. Девчонки, я еще раз говорю, давайте, да, тепло, да, все хорошо. Я все понимаю, сложно перейти. Но вот мне кажется, что лучше сейчас утепляться. здесь даю вам вот такого классического плана пальто, практически такое мужское крою пальто. Опять объединяю два серых за счет меланжа, останемся в обуви и в одной и другой. Очень красиво работает бархатный воротник. Если вы хотите чем-то его поддержать, я бы взяла калач бархатный. Ну, смотря, куда мы идем. Если идем за покупками в магазин за кефирчиком, берем шоппер, берем шоппер, бархатный шоппер. Пришли с бархатным шоппер. У всех шок будет. Все умерли от шока. И все, а вы счастливые с кефиром пошли домой. И что, это нормально. Как хотите, так и делайте. Теплые костюмы наконец-то начали получать. Теплые костюмы. Поньте, девчонки, у нас кофта мы ее норкой называем. Вот это, в принципе, все то же самое. Только здесь еще и на шерстяное нить добавлено. Идеально красивый цвет у кошмара. Идеально красивый цвет, девчонки. Он такой вот. Он теплый. Да, он такой, я процветлена, он такой между голиотисами мышиным. идеально красивый цвет. Гербик, да? Ну, конечно же, сюда я хочу подвести укороченный пуховичок и этот пуховичок этой же фирмы, как костюм. Но мне, девчонки, нравится, когда идет вот коллекция и идут, допустим, вещи, когда вот так они сочетаются. Видишь, какой цвет обливает? И костюм как раз идет туда. Теплые штаны. Здесь вы не замерзнете, потому что они явно такие лохматые, что не замерзнешь. Ну, пуховик, девчонки, я все-таки думаю, это четко автомобильный вариант. Это не вариант на дальние расстояния, как уже я говорила. Это вот быстро переместиться и все. Трикотажный воротник на костюме очень высокий, на пуховике очень высокий. Вы можете его и вверх застегнуть, а можете его и вывернуть. Инна, там вообще видно, что вот он лохматенький? Ну да. Ну, отлично. А то я все переживаю, что вы замерзнете. Ну, девчонки, и, конечно, сейчас пойдет интересное кино про то, что вообще был задуман весь ролик. Я сейчас вам покажу по цвету один единственный пуховик, который дальше во второй серии, их будет много. Сюда микровельвет штаны палацу, к вот этой вот кофте, которую крю, я уже вам говорила, с накатом серебряным, серебряной краской, я добавила пупырку, красиво попала по цвету, нравится вообще, идеально, свежо. И вот они, девчонки, наши пуховики. Очень-очень ждали. Очень-очень ждали. Девчонки, специально вам дала с рукавами. У нас есть пуховик, я бы... Инна, это просто звезды. Я сейчас вижу вон себя. Это просто вообще звезды. Девчонки, конечно же, когда жилет, это опять же не вот какая-то теплая история, но вы знаете, что вы всегда под жилет можете добавить любое поло, любой бомбер, любой кашель. Не просто, я добавила вам сюда именно по цвету, в тон, в тон, потому что сам пуховик, вот этот жилет, выбеленный лед. Посмотри, как красиво. Просто красиво, аж замирает сердце. Девчонки, конечно же, мы сюда дадим с вами и вот эти вот уги. Почему? Правильно, потому что у нас есть накат, а пускай идет вся блестящая. Девочки, ну что, ждем вторую серию. Люблю, целую, чао. Чао.